Здравствуйте, уважаемый Валерий Константинович! Благодарю вас за все, что вы делаете. У меня есть большой интерес к вашим знаниям. Я прочитал о вашей книге и слежу за соцсетями. Я создаю пермакультурную ферму на Байкале, село Дулан, где 3 гектара от 1 подсад. Также есть мечта превратить пригородные пустыри в цветущие лесосады. Улан-Удэ, Бурятия. В этой мечте мы объединились с девушкой по имени Ольга Архипова. Меня берете в компанию? Так. И с помощью червей-старателей выращиваем сады на пищевых отходах. В книгах и видеороликах вы говорите, что можно у вас поучиться. Мы бы очень хотели поучиться у вас. Можно ли приехать к вам для обучения в этом году? На каких условиях планируются ли семинары в 2020 году? Семинары имеются в виду живьем в саду. Нет, не планируется. Все. Вот. Весь пар ушел гудок. Есть такое выражение. Больше не могу. Последняя попытка была. Были люди. А это не просто так. Попробуйте разместить столько народу. Если даже 10-15 приедет. Попробуйте. Вы думаете, вы будете думать с утра до вечера и себе щи готовить? Ваше дело учиться. Вот только некому все организовать. Последняя попытка, пока супруги Денисенко еще не разочаровались. Позже в прошлом году. Не приехал, а собирались многие. Но дали согласие 3 человека. То есть. Пол сорван. Все. На этом. Предлагаю. Вот знаете. Много дисков у меня. Которых я хожу по саду. То же самое. И стоит это 300 рублей. Еще раз говорю. Хоть бутылка вина водки не стоит. Это самое. Дешевле, чем 300 рублей. Вспомните. Даже отравленные. Так нет. Вот. Коньяк поддельный из этого спирта. Который добавляют амортизаторы. Тот стоит 600 по 700. А здесь диск. А в него открываешь. А я хожу по саду. А я рассказываю. Показываю. Рассказываю. Показываю. Подхожу к одному. Десятому. К сотому. Ну вот что же надо. У меня же диски там вообще не покупают. Вот. Вообще. Антон Валерьевич. У вас по моему то же самое. Ой. Грустный разговор. Опять грустный получился. Вот. И знаю. После этого. Ни одного. Пройдет я уже так же. Это не первый разговор. Вспомните. Где-то. Третий или четвертый. За год. И после этого. Все равно никто ни одного диска не заказывает. То есть. Приехать бы интересно. Но это как тур поездка. Вот. А так чтобы. Окунуться. В интернете. Нет. Так. Теперь. Здравствуйте. Уважаемые. Благодарю за посылку. Диски и семена в Улан-Удэ. Подскажите. Что делать с теми косточками абрикос. С теми косточками абрикос. Чтобы вы сильно проклюнулись. Вот. Отсюда начинается учеба. Я пока посадил в отдельные горшочки. И думаю что делать. Первое оставить дома. Второе унести в теплицу. Высадить на улицу. На улице еще местами снег. Ночью до минус двух. Днем пятнадцать. Почва прогрелась на сантиметра три. Мы в лесу. Опечатка. Косточками абрикоса. Ладно. И вот что получается. Вот. Это не ваше. А. Вот это вот. Одна из моих фотографий. Перележала. То есть. Прошлое время. Это не этого года фотография. Просто вы понимаете. Вот. Многие когда получают. Это у меня. Ну где-то в мае снимал. Во всем. Уже. Никто не купил. А в мае вот. Появились. Первые эти. Проклюнувшиеся. Я снимал у себя. Вон у с холодильника. Вот это специальная. Наглядная фотография. Вот это вот. Уже. По-моему. Это не вы. А. Нет. Не вы. И у меня вот это. Я это письмо. Не то что забыл. Вот. Ну. В общем. Письма этого нет. Но вопросы те же самые. Это не вы. Это наш друг садовод. Присыл несколько фотографий. Вот. Одна из них. У него все. Спит все нормально. А. Три проклюнулись. Причем не просто проклюнулись. А переросли. И мы сейчас будем внимательно их разглядывать. Знаете почему. Сейчас объясню. Вот. Дело в том что. Он их взял. Посадил. Видите. И. Вроде бы пошло. Согласны. А дальше. Смотри. Что пишет. Обнаружил. Троих выскочек. Срочно посадил. Горшок. И на окно. Да. Они будут расти на окно. Эксперимент. То есть. Я запретил на окно. Но я не имею права запретить. Как я ему запрещу. Я очень жестко советовал. Никаких окон обратно в холодильник. Вот. Ну. Вот. Вот они три. Я понимаю. Это что там другое выращивает. Что я даже не знаю. Вот эти три. Дальше. Внимание. Мои слова. Опасно. Лучше до высыпки погреб или холодильник. На второй день или на третий приходит вот это письмо. Выдержка. Выдержка. На утро два сгнило или засохло. Один еще вроде жив. И вот сейчас. Смотрите. Видите. Вот. И что получается. Хреново получается. Я сейчас вам объясню общее понятие. И так. Мне повезло что он очень наглядно сделал фотографию. Только там фамилии нет. Я даже не помню кто. Сильно огромной поступает информацией. Есть такое понятие семя доли. Многие слышали. Вот. По идее. Выпускники школ должны знать на зубах. Почему. Помните мы ЭГЭ по биологии с вами открыли. Там был вопрос про семя доли. Но вопрос. Мы с вами издевались. Я издевался. Я пинал. Я это самое. Выставлял их дураками. Ну те кто сочиняет по биологии школьную программу. И ЭГЭ. Там упоминалось семя доли. Но оно было так сформулировано. Сейчас я на память не вспомню. Но вы помните же. У вас память лучше. Вы моложе. Почти все. Вот. Так было дебильно сформулировано. Что вот сейчас. Если взять. Сто выпускников школы. Прошлого года. Позапрошлого. Позапрошлого. Десять лет назад. И сказать. Ну-ка покажите где эти семя доли. И где они должны быть. Вот. Ставлю. Если коньяку ставлю. Грузовик коньяку. Ни один не ответит. Так вот. Почему. Потому что. Те кто учил детей. А мы же все же в школе учились. И мы все это должны знать. Мы должны знать. Что семя доли. Это семя доли. Вот они. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Видите. Раскрывается. Косточка. И вот. Здесь заходится. Зародыш. Вот он. Вот. И. Вот это вот. Как бы. Мякоть. Самое вкусное. Что мы едим. Как мы еще называем это. Мякоть. Я забыл. Ядро. Вот. И вот она. Следующий. Вот так выглядит. Корень. Пошел. Пошел. Обратите внимание. Это абрикос. Вы видели. Какой центральный корень. Вот он. Сержневой. Ну. Здесь он загнулся. Только потому. Что вы знаете. Не естественное условие. Старификация. Это не естественное условие. Вот они. Семя доли. И вот он. Росток. Это. Под землей. А. Я. Не знаю. Точно. Вот. У него. Все. Наверху. Вот. Вот. Но. Я сейчас. Не. Не. Подозреваю. Что он неправильно. Может быть. Наоборот. Он все правильно сделал. Может. Просто поздно высадил. Ну. Когда уже. Не прижился. Вы знаете. Что спичный коробок. Это 5 сантиметров. Да. 5. По-моему. Еще это. Ну. Вот это все. Под землей. И семя доли. Под землей. Естественно. Кто-то бы им должен был объяснить. Что вам всю жизнь садить. Семена. 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 Вы хотите вырастить сады. Чтобы хоть малейшая польза была этой биологии. Вот. Умудритесь. Раз уж раскрылись. Умудритесь. Посадить так. Чтобы вот это была граница земля в воздух. О. Высказался. А вам огромное спасибо за эту фотографию. Вот. А остальные. Ну. У него 3 таких. Остальные спящие. Теперь что мы будем делать со спящими. Вот варианты. Смотрите. Первое. Оставить дома. Унести в теплицу. Высадить на улицу. Сейчас самое. Вы знаете. Сейчас сказали. На Волге будет снег. Вот. Сейчас только это. Передавали на завтрак. Ну. То есть. В районе Волги. Там. Где-то. В этих местах. Опять снег. Вот. Действительно. Когда вот это вылезет. Да. Вот это вот. Уже само. Даже вот. Если вы посадите сейчас. А вдруг рановато. А потом. Вот этот росток вылез. Моросударь. Он замерз. Храноватенько. В природе. Они всходят. Сами. Когда хотят. И вот спящие. Вы можете высаживать. Хоть сейчас. Дальше. Они разберутся. Без вас. Спящие. Холодно. Будет сидеть. Под землей. Она так греется. Вылезет. Потом. Снова. Будет холодно. А. Природа. Устроила. Удивительнейшим образом. Друзья. Она. Устроила. Так. Чтобы. Мы. Всегда. Что-то. Имели. Почему. Потому. Что. Есть. Разброс. Качество. Одновременно. Все. Никогда. Не взойдут. А. Некоторые. Вообще. До следующего года. Не будут. Сходить. Это. Я. Называю. Это. Золотой. Запас. У. Природы. Она. Ждет. Всевозможных. Этих. Катаклизмов. Плоть до. Ледниковых. Периодов. Кто-то. Вообще. Не взойдет. Пусть. Ждать. Потепление. Через. год. Через пять. Через сто лет. Вот. Не бойтесь. Садите. Если бы сейчас был бы не апрель. А март. Я бы сказал. Подержитесь в холодильнике. Вот. И есть другая крайность. Почему я говорю. Да. Риск. Да. Могут не все взойти. Но я. Предлагаю. Сейчас. Высадить все. Уже объяснил по одну причину. Одни взойдут. Другие могут не взойти. Раннее зима. То есть вернется зима. Часть погибнет. Часть еще. Будет спать. Поздняя зима. Все взойдут. Вы будете домой. То есть поздняя. Это. Не вернется зима. Все взойдут. Ладно. Другая крайность. Подождете до мая. Посадите. Какие-то будут уже переростки вот такие. Замучитесь. Садить. Попробуйте. Вот смотрите. Вот корневая шейка. Да. Попробуйте вот его с таким корнем посадить. Да еще это. Может случиться как у него. Два погибли. Третий. Дохнет. Один вариант. Самое страшное. Пропустили время. Пробуждение природы. Они связаны с космосом. Они связаны с космическим излучением. Они просто не взойдут. Вот. В апреле. Вот сейчас сходить. Вот. Это. Перед вами три. Это может быть и сотни. Да. Три сотни. Остальные спят. И только. Пропустите. Благоприятный момент. Вся сотня спать будет. Вот три уже зашли. А остальные все сотня спать будет. До следующего года. То есть. Рискуем. Но. Кто где когда видел. На Кубани. Природные абрикосы. Природные. То есть. Эндемики. Никто никогда ни одного не было. И на Волге не было. И в Москве не было. Вот. И в Питере не было. И даже вот здесь. В Саянских горах тоже не было. Хотя. Благоприятное место. Судя по моему саду. Вот. Тем не менее. Отсюда и риск. Поэтому я кстати. Практически. Удвоил эту. Ставку. То есть. И скидку делаю. И еще дарю. Ну все. Я очень доволен. Так как я сейчас доложил. Вот он. Сергей. Железов. Это сейчас. Он занимается. Прививкой вот этих вот абрикосов. Вот. А он. Вот. Это его друг. Родственник дальний. Вот. Вот. Вот так. Идут. Делаются. Прививки. Весновые. Так. Ну я дождался. Я же на заводе работаю. Я дождался того. Что. 3-5 лет. Абрикос на сливе. Плодоносили. Давали оберного рожая. Я вам показывал фотографии. На сливе. На китайской. Вот. Это потом то я. Уже дошло. Что. Не на той сливе. Не на той. На китайской. Некоторые вообще. Сразу гибли. А некоторые. Да. Дальний рожай. Ну кончится с тем. Что у меня. Ни одного не осталось. А стоило только ткнуть. Мне. И Чернобаеву. На. Те ту же сливу. Но на венгерку. Это совершенно другой класс. Это. У них общего ничего нет. Я считаю. Абрикосы пошли. Вот. И не просто пошли. Я буквально. Позапозавчера. Да. Привал. Это самое. Абрикосы на сливы. Венгерки. Почему. Ну. Много не выращиваю. Время мое ушло. Но. Пусть зацепится пока. За это. Вот. Так же как у Чернобаева. Ну. Что думаете. Я дурак. Я не дурак. Я поехал в Чернобаеву. Говорю. Ну. Мы свои люди. Я могу. Поспредничать. Там. Посекретничать. С вами. И не стесняйтесь. И когда. Откуда у него венгерки. От железов. Да он их здорово. Здорово. Он их взял. Привил на абрикосы. У него свои. Понятия. Ну. Теперь я приезжаю. Говорю. Ну-ка. Десяток веточек мне. Срежка. С этой. Сливы. Которая привита на абрикосы. И вот. И я снова привел. Себя на абрикосы. Уже получилось второе поколение. И не стесняюсь. Это же моя слива. То есть. Вернулась ко мне. Повернула на чужом саду. Вот так. Видите. Интересно. Мне интересно. Это и есть будущее садоводство. Возьмите этот Ленинград. Абрикосы гниют. Гниют. А на Терне. Да. Живут. А что Терне то он. Прочный. Но это. Да я уверен. Что еще и абрикосы передает. Вот это вот. Сопротивление. Влажности. Так. Еще одну тему. Раскрыли. Вот. Так что заказывайте. Тысячи на что угодно. Абрикосы. Сливы. Вишни. Яблони. Груши. Тысячи на что угодно. Еще скажу. Чуть ниже. Забуду сказать. Вот. Вот. Я абрикосы. Ой. Я груши привил на яблони. Почему? Интригую. Попробуйте догадаться. Жалко. У вас не будет времени догадываться. Чего я добился. Добьюсь. Чего я ниже. Но. Интригую. Вот. Вот. Это должно быть не просто интересно. И полезно. И для всей России. Так. Ну. Это я фотографировал свой ящичек. Я с ним работал поздно позавчера. Привычный. Нож. Вода. Вода талая. С этого. Бочки. От. От снега. Талого. Вот. Секатур мой. У меня вот такой. С храповиком. Очень хорошо режет. Мне нравится. Так. Ленточки. Вот они. Те самые. Которые вы. Тоже. Тоже мы рекламируем с Антоном Валерьевичем. И. Бирочки. Бирочки. Это я как бить собираю пустые. Банки из под пива. Сам не пью. Вот. Это. Бодяжное это. Пиво в банках. Со спиртом. Вот. Я бы. Расстрелял бы тех кто его производит. А банки. А за банки спасибо. За пустые. Вот. Так. Вот это вот. Уникальная вещь. Уже третий или четвертый. Трактор Антирежка. Сергей вывозит. Почему? Здесь нет ни одной сухой ветки. Вообще нет. В этом году зимы то не было. Даже не помню. В минус 20-25 дней же по моему не было ни разу. Это не зима. Это вообще не понятно. Что было. До сих пор. Руками развиваю. Айсинов всегда. А? Айсинов всегда. Айсинов всегда. И вот это вот все было у него спирено. Приезжал. Этот самый. Питомник. Который перерос. А саренцы не купили. Сколько с него черенков было взято. Остальное было уничтожено. И верхушки деревьев очень много уничтожены. Чтобы нижняя часть дала ветки. Вот. У меня беда. Шелковицу я не ем. Все птицам достается. В прошлом году черешня. Большая часть птицам досталась. Растут верх. Я ничем не мешал. Надо было ограничивать верх. Но я боялся что еще одна зима и убьет черешни. Я не стал их трогать. Смотрел вот так. Подниму голову. Вон они висят. После такой зимы. Висят плоды черешни. Вот. Они спадают и склюнутые уже. Это я взял. Залез. Отрезал ветки. Смотрите. Вот это вот ветки. И вот еще я покажу специально. Видите. Вот это тоже абрикос. Вот это вот. Я отрезал ветки почти вертикальные. Меня спрашивали какие ветки брать. Конечно скелетные. Не привать же тут основания. Поздно. Вот. Я привал. Обыграл почти скелетные ветки. Вот такой толщины. Вот такой. Да. Вот. Но эти я отрезал. Прививку делал в расщеп. Вот. Видите. Наглядно. Прививку делал в расщеп. Так. А вот это вот. Их. В сумме. Их. Десятки тысяч. Они чем хороши. Мне на прививку они не годятся. Они толщиной с моей пальцей. Вот это еще. Вот эту парочку еще. Я бы мог бы с трудом. Улучшить полировку. Если приживется. Они дают мощнейшие ветки. Но вам выслать не могу. Если вы получите от меня вот такой толщины. Вы меня туда пошлете. Откуда я уже точно не вернусь. А здесь я показываю что. Вот эти почки. А вся наука прививает почкой. Так. Вы согласны с этим? Ну или почти вся. Вот. А это значит вот. Я против этого способа. Но они не могут иначе. У них иначе получается. У них нет таких садов роскошных. Что даже выбрасывается вот это все. А у них вот это все должно идти в дело. То есть. Одно дело. Когда тут. Нужен большой фрагмент. Чтобы. А. Две-три почки. Да. Привить. Что-то попадает под косой срез. Что-то под клин. Получается. Где-то раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Где-то так. А тут получается все. Пять или шесть. Это пять-шесть прививок. Вот это пользуется наука. И еще питомники. Они поэтому не могут отказаться от прививки почкой. Которая дает довольно. Такие деревья. Как бы их назвать. Коллеги. Мягко. Вот. Но. Раз нужны. Еще раз говорю. Здесь. Если бы это было выкуплено. А. Ну. Пусть даже не один. А. Три. Терешки. Еще там и лежит. Вот. Пришлось. Иначе не будет. Ну. Откуда здесь приросты. Ну. Посмотрите. Вот. Видите. Вот. Ценная ветка. Вот. Я показываю. Если видно. Да. Вот. Вот это. Это. Можно было бы использовать. Научный капилюр. Вот это можно было бы. обеспечить. Но главное то. Что здесь. Огромное количество почек. Вот таких вот. И можно было все институты обеспечить. А это качество. Ну. Как сказать. Представьте себе. Что. Слитки золота. А их допустим. Этих слитков. Тысяча. Вот. А они не нужны. Вот. Тысяча допустим. Таких веток. Или десять тысяч. Вот это. Вот. Обидно. Упущен еще один год. Почему они. Не заказывают. Ни косточки. Ни черенки. Вот эти все. Они все стали. Практически все. Перекупщиками. Я вам еще ниже покажу. Их ряды. Растут. Вот. Понимаете. Я вам когда ругал вот эту. Они. Когда у меня 6 фотографий. Было украдено. Не присвоено. Украдено. Это. Как вам. Сады Урала. Ну раз свой логотип нанесли. Значит они теперь не мои. Правильно. Хотя я их фотографировал в своем саду. Вот. Они же там роскошные абрикосы были. Роскошные сливы. А у них сайт. А у них показывают огромные площади. Сады. А у них же ни одного полносящего дерева. Так не показали. Помните. Зайдите на сайт. Найдите абрикосы где стоит рядом хозяйка. Она красиво рассказывает. Только почему то это. Планок не вижу. Даже на колоннах. И вот получается что. Все эти питомники. Даже те которые еще живы. Они все равно как то частично. Или полностью стали этими. Торгашами. Перекупщиками. А сейчас я им кое что покажу. Но чуть ниже. И так. Мы сейчас остановимся. Знаете на чем. Это тоже важно. И так. И так. И так. И так.